Ну что ж, всем привет, с вами Джон, он же получивший уведомление о том, что применены против читера какие-то действия 312. Вышел у нас сейчас патчноут, патч 3.2.1.2 точнее, заценим, что же он нам привез. А, это нам надо на сайт пройти сейчас, минуточку. Заодно заценим, что у нас там будет и в ТВАБе, и что у нас по новостям, в принципе, пока мы ждем ТВАБ. Но перед этим мне хочется поблагодарить трех спонсоров нашего видео. Это Веридиса, SlashV, который подписался на Дрэджина третий месяц подряд, спасибо, братень. И Даниила Гаджива, который подписался на Путника буквально сегодня, спасибо тебе тоже. И также хочется поблагодарить пятерочку доставку, ссылочкой в описании ролика будут. Так, ну а мы тем временем идем дальше. После вашего лайка, естественно. Так, обновление Десни 2.3.2.1.2. Награды. Гамбит. Исправлена ошибка, из-за которой игроки не получили эмблему игроман, трижды обнулив ранг бесчестия в гамбите. Игроки, не получившие эмблемы, получат ее с задним числом. Город грез. Исправлена ошибка, из-за которой оружие из города грез не выпадало должным образом, если игроки получали его ранее. Ошибка касалась следующего оружия. Приказ о возвращении, тигриная ярость, сумечная клятва. О, можно город грез фармить теперь, ребят, погнали. Триумфа. Исправлена ошибка, из-за которой триумф мощный налет, считался невыполненным у всех игроков. После обновления триумф получат все игроки. Примечание, это исправление активируется при еженедельном обновлении, поэтому триумф будет засчитан следующий после выхода обновления вторник. Ага, так что не теряемся. Солнцестояние героев. Усиление. Исправлена ошибка, из-за которой стайесное усиление в солнцестоянии восстанавливало боеприпасы при убийствах стайесом. Фух, слава богу. А то я так думал, что это какой-то чит. Ну, типа, я играю в стычку, убиваю кого-то, как бы сказать, стайесной способностью и получаю тяжелые боеприпасы. И такой думаю, нифига себе, а это откуда? Ну, ладно. Идем дальше. Короче, тут мы вкратце пробежимся. Вышел очередной техноблог, который пока еще не переведен на русский. И здесь очень много текста о закулисной работе разработчиков, про позитивные фидбейки, про вариативность, про собственность, про инструменты против геймплея, про скиллы разработчиков, про разные. Тут куча картинок проведено, да, в общем, кому будет интересно, можете ознакомиться, кто английский знает. Я все-таки, наверное, как-нибудь другой раз этому внимания уделю побольше, если тут что-то есть прикольное. Но мы идем дальше. Ну вот. Огромное количество сайтов не работает, потому что я нескольких банков. PlayStation, Steam. Что там у нас еще? Банк в Шотландии не работал. Не только упал PSM, но и Steam, и EGS тоже. Так что... Те, кто пугался, не пугайтесь. Вроде бы починили. Дальше у нас тут новость с Шазу. Это про то, что многие там уже могли слышать, то, что в нынешнем виде Steam Deck не может допустить Destiny, Apex, PUBG или Rainbow Seed Siege. Ну, типа просто то, что такая новость есть. Я, правда, думаю, то, что когда все это дело войдет в пользование народа, блин, умельцы смогут как-то это все обойти. Но что мне понравилось, так это то, что Destiny 2 не может запуститься на Steam OS из-за античитерского софта. Античитерский софт в Destiny. В принципе, прикольно. Идем дальше. Дальше у нас тут новость про эмблемку. Эксклюзивную эмблемку. Называется Новая Голубая или Новая Синяя. То есть, Банжи запустили на днях Банжи Стор новый. И эмблемка доступна для всех существующих покупателей Банжи Стора, кто обнулит свои пароли на этом самом Банжи Сторе. Вроде бы это все дело надо осуществить. Ну, то есть, ресетнуть свой пароль до 31 июля по Тихоокеанскому времени, чтобы получить вот, собственно, эту эмблемку. То есть, мы что делаем? Заходим в Банжи Стор. Ну, лучше, конечно, создать новый аккаунт, если у вас там его не было. Потому что у меня была такая тема. Я связал свой аккаунт на Банжи Нете с Банжи Стором и долго не мог обнулить пароль. Поэтому я создал еще один аккаунт, там уже напрямую на Банжи Сторе. Связал свой Банжи Нет с ним и после этого уже обнулился. И тогда уже все стало нормально. То есть, обнуляемся мы вот здесь, через кнопку Reset Password. И если у вас аккаунт связан, вы потом уже через, я так понял, через Банжи Нет получите свою эмблемку. Где-то 6 августа, вроде бы. Но обнулиться надо обязательно до 31 июля. Так что как-то вот так. Новая синева, окей. Так, итак, прошло. Не побоюсь этого словосочетания. Где-то часа 4-5. Час-час ночи по Москве и наконец-то вышел ТВАП. После того, как мы там пережили коинференцию Electronic Arts. Странный патч, из-за которого там у многих, я так понял, что то ли типа поудалялись аккаунты, кто-то не может из-за ошибки Chicken зайти его и так далее. Но... Мы дождались, мы дожили, мы сделали это. Итак, на этой неделе в Банжи, 7-го, 22-го... Ну, кстати, да, ребят, отпишите, у кого там чё в игру пускает, не пускает на разных платформах. Всё. 7-ое, 22-е, 2021-ое. На этой неделе в Банжи мы маршируем. Уже поздний июль. Вы можете в это поверить? Казалось бы, что 2020 год длился 5 лет, но 2021 гораздо быстрее двигается. Кто говорит, что время константно? Так или иначе, солнцестояние героев уже вошло в полную фазу. Приапгрейдили ли вы свои сеты? На следующей неделе будет финальная неделя ивента, чтобы можно было чекнуть европейскую воздушную зону и получить шмотки, прежде чем мероприятие закончится, 3-го августа. У нас много чего было, чтобы мы хотели бы обсудить по поводу системы репутаций, изменений в системе репутаций, который придет в следующем сезоне. Но это они на прошлый ТВАП ссылочку делают. На этой неделе ТВАП будет немножко попроще, но у нас есть несколько важной информации по поводу Банджа Стора и изменений оружейного синтезиса. Так что давайте со всем этим делом проймемся. О, неужели они поменяют систему Трансмога? Так. Преобразуя Синстренды. Со времен запуска сезона Сплайсера мы мониторили обратную связь и поведение вокруг нашей новой системы... нашей новой системы Трансмога. Сегодня мы хотели бы пройтись по небольшому обновлению касаемо системы обновлений. ну, валюты всего этого дела. Начиная с 15 сезона, мы... Ага. Ага. А... Начиная с 15 сезона... Так, они удалят все пассивные материалы, которые были использованы, Синстренды, чтобы покупать Армор Синтезисы, контракты от АДА-1. На их место придут контракты, которые можно будет покупать за 10 тысяч Глимера, за 10 тысяч Блеска вместо этого. Нашей надеждой является то, что это изменение уменьшит время, необходимое на то, чтобы получить 10 Синтвейв токенов для каждого класса, каждый сезон. Ну, типа, я не сказал бы, что я особо эту тему всю спидранил, но чтобы выбить 10 Синтвейвов на каждого персонажа, мне понадобилось, ну, сколько, полтора месяца. Ну, то есть, я на прошлой неделе только-только закончил последний контракт на последнем персе. И теперь вот у меня вот эти 750 вот валюты просто тупо пылятся. Ну, ладно. Удаление этой валюты также освободит слот в в расходных материалах. Ну, та самая корзинка, которая полна всяких вещей, которые вы носите с собой. Блин, судя по тому слогу, по которому пишется ТВАП, это все писал Козма. Ну-ка, я дайте проверю сейчас. Да, это Козма! Я, блин, тебя уже узнаю! Братан! Вот так и знал! Он, блин, постоянно любит интересничать. Когда DMG просто тупо пишет информацию и не выделывается, вот ему надо обязательно какое-нибудь емкое словцо, блин, долбануть сюда. Ну, ладно. Проехали. Где я остановился? Ага. Так, и в последнюю очередь мы надеемся, что эти изменения уменьшат количество Armour Synthesis в системе, которые являются единственной валютой для каждого класса, которые могут быть мгновенно сданы AD1 за токены SynthWave. Мы продолжим наблюдать за разговором, чтобы использовать Armour Synthesis как только 15 сезон выйдет в эфир. Тем временем, продолжайте показывать нам ваши новые внешние виды. Команда очень вдохновлена и возбуждена не так сказать удивительной креативностью, которую стражи показывали вокруг всего мира. Так, ну и по поводу обновления Bungie Store мы об этом уже говорили в начале видео, но вкратце. Тут вот появилась эмблемка синяя, которую можно получить если вы до 31 июля зарегистрируетесь на Bungie Story вот здесь по этой ссылочке. Мигрируйте свой аккаунт с Bungie Net туда и ресетните свой пароль. Тогда вот к 6 августа вы получите эмблему новой синего, которая будет отправлена вам через email. Так, удвоите свои разрешения. На следующей неделе сум... Ага! 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 Слава Богу! На следующей неделе сумочные налеты будут включать в себя двойные награды. У нас также есть система замиксованных наград, такие как Палиндром, Рой и Ценотени, которые будут падать. То есть у нас будут падать в Грандмастере на выбор три пушки, ну как на выбор, рандомно вам одна из этих трех пушек падать, но будут при этом двойные награды. Так что соответственно можно будет залутаться. Я так понял, к примеру, нам будут падать одновременно две разных пушки. Хотя было бы лучше, если бы падало две одинаковых, к примеру. Ну ладно, сейчас дочитаем. Так что все, что находится в этом меню, будет окрещено двойными наградами и будет фантастической возможностью, чтобы подобрать как можно больше роллов, чтобы добавить в свою коллекцию в первый раз. Говоря о сумасшенных налетах в наградах начиная с 15 сезона, ротация сумасшенных налетов будет меняться. Вместо шести пушек в ротации 1-1-3, как у нас было во второй половине 14 сезона, у нас будет восемь пушек в пару к уже существующим новым. А, то есть у нас будет одна новая пушка и одна старая пушка еще вдобавок ко всему вот этому. То есть шесть старых пушек у нас сохранится и еще какую-то одну пушку они вернут и какую-то новую совершенно добавят к грандмастерам, к луту. Окей. Вы можете вспомнить то, что новые пушки были представлены в Десне 1, как очень забавный дробовик и ракетница, которая была ультимативной наградой за самый длинный пвпшный квест. Каждую неделю одно из этих новых дополнений будет представлено вместе с другим оружием, которое уже находится в пуле. То есть, к примеру, у нас будет на выбор комедиан и цена тени и горячая голова и хангджури. Блин, сейчас мы, конечно, погуглим, что это за пушки. Комедиан я помню, это был шотик, который в первой части никому особо не нужен, а хот-хет это, по-моему, у нас было две ракетницы. Одна это Драгонс Брэд, дыхание Драхона, которая поначалу никому не была нужна, а потом банджи ее обновили, и она стала полезна хотя бы где-то, ну, при фарме налетов. И потом еще появилась вот ее копия, горячая голова. Ну, сейчас посмотрим. Так, короче, вот у нас эти пушки, которые появятся в Грандмастере, ну, то есть, комедиан это у нас обладает дробовик скоростельностью 23, я так понял, если по аналогии судить, то это облеченная рама, то есть 80 где-то во второй части будет. Я на самом деле не помню, чтобы кто-то из нас особо пользовался в первой части этой пушкой. Может быть, я ее даже и распылил изначально. У нее что-то пока же был когда-то и дальномер. Нормально. Ну, посмотрим, как она себя покажет. В общем, и в какой слот она будет. Пока что выглядит как очередной CQC. Ну, а ракетница, блин, с достаточно интересным дизайном, честно говоря. Я уже упоминал ранее, это такой, знаете, младший брат Драгонс Бретта. Дракон его дыхание, блин, из первой части. Ну, скорострельность у нее 18, то есть, это по-моему, вторая по-моему, вторая по медлительности. Ну, то есть, идет у нас до этого 25. Самая скорострельная ракетница, а тут вот 18. В общем, будем смотреть, что она из себя представляет. Урон у нее будут падать в паре с какими-нибудь старыми пушками. к примеру, в паре с ценой тени, с присяжными в тупике. Так, экстренное сообщение. Джон тут жалуется, что после патча анархия не дамажит. Наверное, новый баг банджи плодят баги. Подпишите, что у вас там с анархией, ребят. В дополнение к этому сезону будут также достаточно сочные комбинации перков, типичные для лутпула сумечного налета, включая в себя парочку перков, не выведенных ранее в этих архетипах в прошлом. Но можете свои предположения также в комментарии написать. Так, что касается инструментов. Вы когда-нибудь интересовались по поводу того, что позволяет создателям создавать? Ну, это, блин, страница с инженерами, где они там развлекались. Если вы являетесь новым инженером, вот вам небольшая школа всего этого дела. Ну, очень понятно. Так, мы встречаем службу поддержки игроков, обновление награды Banjo Store. Ну, опять же, они в очередной раз мусорят по поводу того, что надо обновить свой пароль на Banjo Store. Тут понятно. Обновление 3.1.2 выпустили. Ну, пачну вот этот мы уже читали отдельно. Известные ошибки, пока мы продолжаем исследовать известные ошибки, вот небольшой список ошибок, которые были отрапортованы на форуме Banjo Hell. Обновление брони до великолепного дропа и уровень силы до 1100, но это бы давно было. Терминал знаний может иногда создавать ошибку птичка во время босс-файта и призрак 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 иногда показывает ну, наверное, с Хэллоуина который иногда показывает глаза без глазниц на некоторых платформах что-то такое пофиг так ну и экзот на охотника походу какой-то Фойтрейсер подожди это же этот вот этот короче что там у него иногда про свеч иногда проходит через украшение сичбрек ну, допустим сичбрек некоторые игроки не получили их еженедельный ресет на европейской воздушной зоне ну, то есть там у вас должно было быть сверхмощное снаряжение на ползунке на башне при запуске европейской воздушной зоны его там нету не переживайте так все идет не по плану так не должно быть так Ривен иногда не станется во время второго уровня ТПС на последнем желании в рейде окей ну, смотрим, что у нас тут за кинцо на этой неделе мой лучхаусы не одобрили понятно ну, короче, на эквалайзере сделали кавер прикольно кинцо недели вокруг планеты вокруг мира ой, музон, музон пошел не надо ребят запоминаем как попасть в муви водвиг ультуем титаном ультуем титаном все еще ультим титаном продолжаем ультить титаном ну, вы поняли а, здесь его прервали неплохо братюня прилетел так, что у нас тут о, Ксюша попала в арты недели опять найс грац так, арта в дэвик Робин Куказдравс Роуз окей если вы были художником за этими выборами поздравляем прошлым вечером новости ой короче там по поводу активизма что они там судятся насчет домогательств в общем они уделили этому абзац тут и банжи тут сделали заявление на эту тему в общем свои заморочки у них там на этом Космос с нами прощается так о чем у нас твап получается вкратце то есть во-первых банжи решили убрать вот эту систему где вам надо было 150 вот этой синт волокна добывать достаточно для того чтобы контракт какой-нибудь купить на материал для трансмога достаточно теперь просто потратить 10 тысяч блеска выполнить этот контракт и получить один материал для трансмога это первая хорошая новость из этого твапа вторая ну то что по поводу эмблемки надо будет на банжи сторис зарегистрироваться это я все рассказывал ранее вторая хорошая новость то что на следующей неделе когда у нас будет в ротации палиндром и две другие никому не нужные пушки будет двойной лут так что будет шанс получить палиндром при практически каждом втором третьем заходе плюс-минус на грандмастере так что можно будет как-то более-менее все это дело ролить к примеру вам упадет там палиндром в паре с иной тени или с или с роем ну или рой упадет прости господи вместе с иной тени самый неудачный вариант или вообще ничего не упадет ну короче 50-50 вот далее тут у нас новые точнее старые пушки возвращают из первой части в дроп грандмастеров они будут падать параллельно ну в следующем сезоне пятнадцатом сезоне будут падать параллельно с какой-нибудь старой пушкой ну допустим комедиан дробовик с облеченной рамой будет падать вместе с ценой тени ну а ракетница горячая голова хот-хед будет падать ну допустим параллельно с притяжными в тупике вот также появится новая комбинация перков в суммешнем налете в лутпуле что тоже прикольно ну далее тут у нас вспоминают патч ноут вспоминают ошибки которые у нас уже на протяжении там многих недель проявляют себя ну самое заметное я думаю тут то что нету сверхмощного снаряжения у некоторых игроков в этом после недельного ресета на европейской воздушной зоне дальше тут у нас идет кинцо недели артиста недели поздравляем там Ксюшу Зимославову которая попала в мой в этот раздел снова ну и в принципе все тут дальше банжи в конце упомянули то что у них там движуха происходит судебными тярками уактивирована и они это адресовали то что они это не одобряют ну в принципе на этом весь твап ну относительно прошлой недели он такой не особо содержательный но все таки парочка хороших новостей тут есть так что я бы не сказал что твап совсем уж пресный но будем ждать следующей неделе потому что ну судя по тому что банжи заседили в прошлом твапе по поводу кроссплея по поводу изменения системы воспитания хасириса по выпадению лута ну и то что мы видели в сливах отдельное видео там можно заценить точнее два видео у меня на канале первое там про кроссплей хейла и десни а второе про сюжетные там вот всякие спойлеры и сливы насчет 15 сезона и далее ну если это подтвердится все то нас ждет достаточно прикольные 15 сезоны начала следующего DLC десни 2 только до этого надо дождаться до этого надо дожить потому что если ничего не поменять то 15 сезон будет длиться у нас там где-то 5 или 6 месяцев так что ожидаем как говорится в общем комьюнити менеджер там десни 2 димжи высказался то что хот хэта горячая голова была одной из его любимых легендарных ракетниц десни 1 мы ему все действительно верим и была ли это лучшая ракетница в игре нет но скучал ли я по выстрелам которые я с нее совершал можете так сказать можете поставить на это все еще забавное для использования и квест и квест на ее получение был достаточно прикольным ну что могу сказать вот здесь вот у нас представили картинки как выглядит вот этот шотик то есть это комедиан из первой части и горячая голова как выглядит ракетница в общем кому любопытно как говорится ну а мы тем временем я думаю будем закругляться уже ну банджа стор сейчас проходит техобслуживание в течение следующего часа поэтому если вдруг сейчас кто-то прям кто-то прям сейчас побежит туда оформлять эмблемку после видоса то если будут какие-то ошибки не переживайте подождите немного и все нормально станет как-то так так да по поводу лута испытания осириса на следующей неделе предполагаю что будет шотик руки плазменная винтовка и классовый предмет в лутпуле потому что шотика давно не было классового предмета тоже вроде бы как но посмотрим можете свои предположения тоже написать по поводу в комментариях по поводу того какая будет пушка падать какая будет карта ну и вообще в принципе какая будет мета хотя я смотрю чиперон по-прежнему на первом месте вырвался достаточно далеко на всех платформах 628 тысяч убийств относительно неубиваемого лжифу винтера 4181 тысяча но посмотрим мог подумать то что магма молот будет на 4 позиции 120 револьверы не сдаются тоже как и агрессивные дробовики ну ладно ладно youtube всем спасибо за просмотр лайк ставим комментарии пишем на канал подписываемся колокольчик прожимаем чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов если захотите канал поддержать можно подписаться спонсорской подпиской начиная от путника и заканчивая вершителем ну или пройти по ссылочкам в описании ролика ну вот сейчас с пятерочкой доставкой начали сотрудничать поэтому кто захочет получить продукты на дом с 15% или 20% скидкой ссылочки будут в описании под роликом у меня ладно всем спасибо за просмотр всем пока